Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме, как геронтология и ее участок или ее раздел гериартрея. Мы знаем все, что сейчас продолжительность жизни увеличивается. Если она в среднем составляет 72-75 даже лет в некоторых странах, то есть долгожители, которые живут и достали. В чем надо сказать, что эти долгожители хороши тем, что их дети, их потомство живет тоже долго. Но надо сказать, что тут нет разницы между тем, мужчина это или женщина. Женщины более выносливые, у них немножечко другие процессы жизнедеятельности, причем причина старения до сих пор не очень понятна. В целом она, конечно, понятна. В целом понятно, что существуют мутации, так называемые, то есть изменение клеток. Но количество клеток все равно в нашем организме, может быть, оно не конечное, но деление их конечно. Бесконечно могут делиться только, к сожалению, онкологические клетки. Оказывается, можно влиять каким-то образом и продолжить на жизнь, на жизнь не только всего организма, но жизнь конкретных клеток. Вот этим занимается, собственно, наука геронтологии. Но геронтология, она охватывает и психологический процесс, и социальный процесс, а герартерия, она занимается именно проблемой здоровья пожилых людей. Почему сегодня мы об этом говорим? Мне сегодня хочется воспользоваться служебным положением поздравить очень дорогого для меня человека, нашего доктора, моего коллегу по онкологическому диспансеру Раису Федоровну Юрыгину. Я не буду говорить о том, какой у него возраст, но слушайтесь в эти слова. Человек работает более 50 лет медицины. Мы ее душу поздравляем, желаем ей творческого долголетия, долгих лет работать, но столько, сколько ей хочется работать. И, конечно, пришел в здоровье. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю здоровья. В следующий раз обязательно увидимся.